Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден специализированный следственный орган России – Следственная канцелярия. Она стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. В России день создания органов следствия отмечают последние пять лет. Сотрудники органов следствия принимают поздравления. 25 июля в нашей стране чествуют тех, кто качественно и оперативно расследует уголовные дела, связанные с наиболее тяжкими преступлениями. Каждый день сотрудники органов следствия помогают свершиться справедливости и законности. В сознании большинства людей профессия следователя окружена ореолом таинственности и романтики. Но на самом деле это нелегкий рутинный труд, особенно в условиях Крайнего Севера. Бывали случаи, когда прилетали на место происшествия и авиатранспортом, и прибывали на снегоходах, на треколах, естественно, на лодках. Бывает так, что отрабатываешь в нескольких селах сразу определенные сообщения о преступлениях. Бывает, что и протокол, допрос свидетеля составляется на сидушке от снегохода, в общем и целом на коленке. Действительно бывали случаи, когда и в вездеходах у нас следовали, проваливались под лед и ночевали вирангах. Сотрудники органов следствия также решают важнейшие и ключевые задачи современности, такие как противодействие коррупции и экстремизму, обеспечение защиты законных прав и интересов граждан. Работа непростая и, несмотря на это, служить в органы следствия приходят молодые специалисты. Именно на них сегодняшние работники Следственного комитета возлагают большие надежды. Тем более, что для будущих следователей-криминалистов в России созданы все условия. У нас создана Московская академия Следственного комитета, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, функционирует кадетский корпус в Санкт-Петербурге и в Москве. И, соответственно, стараемся, проводим работу по отбору кандидатов. Ежегодно у нас, получается, поступает от одного до четырех человек. Вот в этом году выпускается наш первый кандидат, который поступал, как только Академия Следственного комитета была образована. Он выпускается, уже назначена должность, мы ожидаем его прибытия. Защита прав и свободы человека, расследование уголовных дел – это приоритетные задачи Следственного комитета. Зачастую они реализуются не только благодаря профессиональной работе следователей-криминалистов, но и их общению с жителями. Для этого на постоянной основе проводится личный прием граждан. Для жителей Чукотки, проживающих в территориально удаленных населенных районах, он осуществляется посредством видеосвязи. Люди обращаются с различными вопросами. В основном они касаются моментов приема, регистрации, а также рассмотрения сообщений о преступлении. Свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия также встречают на рабочем месте. Уважаемые коллеги, позвольте от лица руководителя Следственного управления, аппарата Следственного управления, коллеги Следственного управления, поздравить вас с этим профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, счастья, здоровья вашим близким, пожелать успехов в нелегкой нашей работе и самое главное, чтобы вы не падали духом. Анастасия Матросова, Ярослав Сертун, Служба информации.